Всем здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про жизнь и творчество Джона Роберта Фауза. Британский писатель Джон Роберт Фауз известен романами, новеллами и эссе, написанными особым неповторимым стилем. В них реалистичное переплетается с фантастическим. Произведения автора соотносятся с переходным периодом в искусстве, когда стали ощутимой вияния постмодернизма. В творчестве Фауза нашли отражение черты, присущие литературным сочинениям Жанна Поля Сартра и Альбера Камю. Джон Фауз родился 21 марта 1926 года в провинциальном городке Эссексе, который раньше знали как рыбацкую деревеньку. Отец мальчика был торговцем сигарами. Этот бизнес в семье передавался из поколения в поколение. Ребенком Джон проводил время с матерью и старшей кузиной Пегги. Девушка, которая исполнилась 18 лет на момент появления малыша на свет, стала его няней. Первые 10 лет с ней мальчик коротал досуг и делился своими секретами. До 16 лет Джон был единственным ребенком в семье. Фауз учился в школе в Бетфорде и был старостой класса. Он проявлял интерес к регби и к рикету, делая успехи в спорте. У мальчика не было проблем с учебой. Новые знания он получал с удовольствием. За школой последовал Эдинбургский университет, которому Джон предпочтел военную службу. В 1945 году он покинул стены учебного заведения. За плечами была подготовка к службе во флоте. Юноша планировал попасть в королевскую морскую пехоту. Но судьба распорядилась иначе, и он попал в Дивон, где служил на военной базе. После демобилизации Фауз отправился в Оксфорд и приступил к изучению немецкого и французского языков, глубоко проникшись творчеством французских экзистенциалистов. Размышления над абсурдностью мироздания натолкнули его на мысли о работе писателя. С 1950 по 1963 Джон Фауз жил во Франции в небольшом городке под названием Пуатье. Здесь он работал в университете преподавателем английского языка. В 1963 году вышла в свет первая книга писателя – роман «Коллекционер». Произведение описывает похищение и содержание в заточении юной девушки, которую решил присоединить к своему собранию коллекционер бабочек. Роман принес автору известность и позволил полностью сосредоточиться на творчестве, не задумываясь о работе ради зарплаты. Фауз переехал в Грецию на остров Специс, который напоминает место действия романа «Волх». Эта книга стала образцом постмодернизма в литературе и была хорошо воспринята публикой, воспевавшей в это время идеи хиппи и анархизма. До конца 60-х были опубликованы «Любовница французского лейтенанта» и «Аристос». Последняя книга вышла в двух изданиях. В 1953 году Фауз вернулся в Великобританию и работал педагогом в Лондоне. Затем в 1968 году переехал в город Лайм-Реджес на юге Англии и поселился в доме на побережье, ведя полузатворнический образ жизни. В произведениях автор рассуждает на тему свободы и ответственности, о свободе выбора и любви, важности самопознания. Фауз описывает героев, пытающихся реализовать себя в традиционных рамках социума. В «Любовнице французского лейтенанта» автор продемонстрировал склонность к изучению истории. Эта же черта просматривается и в романе «Черфь». Произведения Фауза характеризовали как экспериментальные романы и книги с историческими отсылками. Эти черты присущи постмодернистской литературе. Писатели привлекали разные жанры. Например, среди его произведений, кроме романов, была объемная эпопея «Даниэль Мартин» и повесть «Мантисса», сборник новелл «Башня из черного дерева» и даже стихотворение. Мир Фауза был многослойным и глубоким. Образность, непредсказуемость сюжета, философские мысли сливались воедино, образуя стиль, который критики характеризовали как магический реализм. Фауз сочетал недосказанность, литературные ассоциации, парафразы и аллегории с историческими деталями, создавая захватывающие произведения. Карьеру писателя он удачно совмещал с работой руководителем городского музея, коим был на протяжении десяти лет. В 1988 году писатель перенес инсульт, который сильно сказался на его здоровье. В семнадцать лет Фауз ощущал последствия этого трагического случая. Проблемы с сердцем часто давали о себе знать. И в 2005 году писатель умер. Последние дни он провел в своем тихом доме, в Лайм-Реджес, в уединении. Фауз не давал интервью, не комментировал свои произведения и расстраивался, когда его беспокоили. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok